всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием этих работ по книге великие музеи мира федерико кастельон возвращение блудного сына 1933 год дерево масло 38 на 28 семья федерико кристенци и мартыниса это подлинная фамилия художника эмигрировала в сша в 1921 году где поселилась бруклине федерико с детства увлекался рисованием а школы для него стали нью-йоркские музеи и галереи в одной из них по рекомендации диего риверы который в то время создавал фрески для рокфеллер цента в нью-йорке состоялась первая персональная выставка 18-летнего живописца и вера посодействовал ему и в получении государственной стипендии для учебной поездки в европу картины кастельона экспонировались галереи франции в том числе в 1937 году на выставке испанских художников париж экспонировалась и в испании возвратившись он дважды получал стипендии фонда гугенхайма сделался всемирно известным живописцем не имея профессионального образования преподавал педагогическом колледже колумбийского университета стал членом национальной академии дизайна удостоился премии библиотеки конгресса работы кастельона начала 1130-х годов фактически явились первыми образцами сюрреализма на американском континенте влияние далее это кирка представленном произведении обнаруживается тотчас же при взгляде на башнеобразный объект на первом плане отбрасывающий длинную тень на пустынную площадь удивительным образом все профессии в кавычками которым владел искусстве кастельон проявились в этой странной композиции живопись здесь представлена с гармонированной гаммой теплых цветов и сияющего голубого графика четкостью линеарной прорисованности объектов скульптура пластиковой таковых детская иллюстрация веселой наивности такое описание к работе федерико кастельон возвращение блудного сына 1933 год описание по книге великий музей мира пока пока до свидания а и Субтитры подогнал «Симон»